Отварная куриная грудка или курогрудь, как ее ласково называют спортсмены и последователи правильного питания, самый популярный диетический продукт. Высокое содержание белка вместе с отсутствием углеводов и с маленьким количеством калорий возводит ее на пьедестал диетического питания. Какими достоинствами она еще обладает и есть ли у нее недостатки? Куриная грудка Курогрусть, также богата витаминами А, П, группы В и холин, содержит небольшое количество минеральных веществ. Из-за этих показателей белое мясо курицы рекомендовано больным с гастритами и язвами желудка, так как данные вещества нейтрализуют кислотность ЖКТ. Благодаря низкой калорийности и большому содержанию белка, отварные куриные грудки являются идеальной едой для людей, страдающих с выдачным весом. А из-за малого количества жиров, холестерин ее рекомендует больным заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это все о пользе, но, как и везде, существует и вред. Во-первых, в куриной грудке содержится очень мало минеральных солей, недостаток которых может привести к разрушению костей и зубов. Во-вторых, малое количество жира, которое является плюсом белого мяса, также является и минусом. Жир необходим человеку для выработки гормонов. Если процент жира в организме опустится ниже 20-30%, нужные гормоны просто перестанут вырабатываться, что приведет к серьезным последствиям. Но все эти факторы не означают, что вам следует отказаться от курицы. Просто нужно употреблять ее в умеренных количествах, а также не забывать о существовании других продуктов. Попробуйте включить в свой рацион не только куриной грудки, но и другие ее части. Бедра, крылья. Их называют темным мясом, так как они содержат больше кровеносных капилляров, что повышает содержание жира. Чередуйте разные части курицы в своем рационе. Очень важным условием является и качество курицы, которые вы берете. Помните, что в магазинах сейчас представлены птицы, при взращивании которых употребляют много натуральных веществ. Конечно, лучше всего покупать мясо в деревне у проверенных людей, в которых вы уверены, если же такой возможности нет, избавиться от подавляющего количества химикатов в продукте вы можете только путем варки. Никакие другие термические обработки не выведут столько вредных веществ из мяса. Также не забывайте о морепродуктах и красном мясе. Включайте их в свой рацион как минимум раз в неделю. И тогда никаких проблем с необходимым количеством полезных веществ не будет. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись обязательно на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok